Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло Здравствуйте, Александр Викторович По поводу звонков хулиганских, которые на ваш номер поступают Поступают постоянно хулиганские звонки Дело в том, что сейчас было спровоцировано в интернете Фальсификация на его разговоры с Ловчевым Если есть возможность, да Я это раскусил, и в эфире удар головой В эфире радиоспорт об этом сказал Если у вас есть возможность определить, кто это звонит И кто занимается вот такими делами То я буду вам благодарен С другой стороны, у меня тоже есть люди в силовых структурах Которые могут им гадать А вы скажите, подозреваете кого-то? Может какая-то личная Я никого не подозреваю, но эти анонимы Слушайте, что там все ходит Это могут быть профессионалы, которые работают на секс-форма-фоинформации Ага, то есть заказ, да, получается? Да, заказ И идут постоянные звонки Причем идут как на мобильные, так и на домашние Угрожают вам или что-то? Какие-то гадости? Нет, я не разговариваю с ними, потом я не боюсь Постараемся сейчас отследить Да, вы найдите их, а если сами не разберете, то я смогу своих Вы, пожалуйста, если можете, вы тогда, если вам на домашний будут звонить или на мобильный Подержите немножко линию, чтобы... И договорить, да? Да, 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 ну буквально минут, одну-две вот так где-то Сразу же не кладите, пожалуйста, трубку Спасибо большое, до свидания Алло Вот как тебе не стыдно Взрослому человеку звонить на репетиции Народный артист С кем я разговариваю? Я госпожа Новикова Кто-кто? Госпожа Новикова Ну и что, мне эта фамилия ни о чем не говорит Фамилия ваша хуев Да, еще раз повтори Знаете, у тебя хуев, ты забыл, где у тебя Да? Потому что ты ночами дрочишь, не там не надо Может быть, может быть, давай встретимся и один на один поговорим, а? Просто ты вмешиваешься в мою личную жизнь И за это это статья В какую твою личную жизнь? Хуев Это ты, по-моему, того ли В голову тебя беда Попукай Сейчас ты у меня договоришься Ты что, подаришься, когда меня увидишь? Еще раз, еще раз скажи Я тебя записываю Я тебя записала, скотина Да, давай, давай, продолжай Чем дольше ты будешь эту херню нести, тем хуже для тебя будет На улице идет потрясающее зеленеется Ты не заикаешься только Че ты заикаться шел, обосралась, что ли? Жалко мне тебя Да, а мне тебя тем более Я скотина на пастбище уже, ты один задержался Еще что, еще что Да, теперь сди гостей Ты договорилась, моя дорогая Сейчас я возьму, ты, вот тогда мы с тобой поговорим Все, давай, счастливо Алло 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 А скажите, вот обрезание у вас сделалось или не делалось у вас? Что? А скажите, вот обрезание у вас сделалось или не делалось у вас? А у тебя, у дурака, делалось обрезание или не делалось? Ты же мне жаловался, что у тебя хуйня встает Да? Это кому? Я тебе жаловался? Идиот Давай, давай, разговаривай А дольше разговаривай А дольше разговаривай Не бзди, блин Сейчас за тобой уродом приедут тебя уже пасут давай говори со мной клоун а на лубянку не хочешь меня пожаловать еще говори еще а потому что ты дурак сразу по тебе только не обосрысь сейчас за тобой приедут тебя уже записывал твой телефон он же высветился иди клоун потом будешь по гону разговаривать и тебя там такое обрезание делать что ты всю жизнь запомнишь идиот это гарри кашпаров давай давай слушай тебя слушать мышь расплачивают и ты и твои начальники за все что вы украли за страну разворованную за людей избитых да еще чё скажешь эти люди как из компетентных органов которых нужно они тебя записывают давай продолжай мне сейчас позвонили сказали пускай говорят позвони с номера телефона это не имеет значения ты глубоко заблуждайся тебе с какого угодно телефон тебе дурака из под земли найду пишите и пишите разговор на плевых давай продолжай клоун я тебя слушаю внимательно есть время защищено уже хочешь приходи поговорить со мной а я все мне с тобой с клоуном разговаривать если я с тобой поговорю ты уже больше говорить никогда не будет вор помощник вора да еще чё скажи продолжай чё ты замолчал мы выходим открыто а вы твари да я тебя внимательно слушаю помощник какого вора можешь фамилию назвать тихо так можешь фамилию вора назвать кому я помогаю хвалия лично а хвалия лично кому кому хвалия лично чё дура что я что за вами стоит за мной кто стоит путин фсб боинствующее варьё да 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 вот таких козлов как вы и надо мочить не боюсь тварь я не боюсь тварь ты а есть когда а я тебя урода презираем и боитесь до тебя чем не боятся киндать не знаю идиотом это моя страна да твоя страна я брезнева не боялся взять обрезивать я клоуна чем не боятся не не разговаривали это все тебя зафиксировали гигантин идиот добрый вечер я должна бороться с путиным это же путинская россия ну и борись путиным а чё ты от меня хочешь ах ты сволочь сволочь это ты не нравится нерзавка это ты желаю вам не дожить до нового года спасибо это уже угроза угрожаю тебе до нового года просить а кто говорит а какая тебе разница тем более ты дура если ты не знаешь кому звонить вы идиот и кретин а ты идиотка сама все понятно вы пранкер да еще что тебе понятно не учисти я буду вас во вторник мне нужна была минута чтобы с тобой поговорить все тебе звук давай здравствуйте еще раз значит все сейчас пошли угрозы угрозы голосом новодворской угроза угрожала дай бог мне до завтрашнего дня даже дам до конца года я честно говоря не думал что это что это действительно если это так что это вот эти политические силы оппозиционные потом я не до конца уверен что это они плюс последний от который звонил там какую-то одну я долго держал если вы снимали там какую-то чуть не слышал этот гомосексуалист какой-то а что он говорил а вот вы уверены что это новодворска может пародисты какие-то может быть я понял давайте вам дам телефона два номера которые мы определили и адрес этого человека с именем и фамилией кому принадлежит номер телефона хорошо хорошо давайте еще да да блинков святослав блинков да блинков а вот скажите пожалуйста вот то что говорили голосом новодворской это вот по этим телефоном было да 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 каким образом вы так на прослушке с нами раз падает это оперативная работа у меня то у меня тоже у меня тоже в комитете по договорным играм у меня есть оперативные работники причем генерала в высоких чинах я сейчас ему это буду все докладывать другой стороны вот сюда потому что там упоминалось фамилия путина там все предали ну там туда-сюда это это вот эта позиция которая сейчас вы думаете вполне может быть у нее сейчас там какие-то координационные советы орган да и я вам могу сказать чем это связано это связано с тем что быстрее всего они хотят болельщиков вот этих фанатов безмозглых и используют как боевиков как вот эту движущую силу а я как раз свои нет я могу вот эту силу что что вы сказали хотят использовать их хотят использовать в их интересах политических причем они ведут себя в высшей степени нагло и оскорбляют она вот голос новодворской она мне угрожала но это конечно странно все таки что она вроде как пенсионерка там и но она ко всему может и ненормальная но голос очень похож на нее я сейчас к своим обращусь быстрее всего они с вами свяжутся потому что это вообще это серьезно серьезно и вы 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 пожалуйста вы пожалуйста а это о чем мой телефон стоит на прослушке или их телефоны их 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 прослушивайте потому потому что это это все это сергей поздняков еще раз здравствуйте да 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 разъединилась тогда что-то ли я я позвонил своим людям там на к поставленным значит варка с тобой будет связываться связаться победу поговорят и на основании этого будут принимать решение принимать решение но вы думаете что новодворская вот с этой компании она готова даже на такие меры прямо крайне до голос ее был и она мне но она дура я знаю закончена вот она мне сказала что дай бог что ты до конца этого дня дожил или до конца этого года я сначала это я думал что это кто-то болеющие делали с массовой информации а здесь все значительно серьезно а голос навального то вот мужской какой никуда этого навального урода блять и этих я не слушаю я ж не хожу на эти я их презираю всех потому что я знаю что они все американцами проплачены и эти идиоты их теперь не могу вот я могу кажется чем-то не соглашаться там с политическим курсом или что но я никогда против россии не пойду это враги россии конечно да вы совершенно совершенно точно знаю вот и я политически довольно хорошо как это подкованный у меня есть и закрытая информация и общаться людей на мягкие не не проведешь больше того у меня друзья и фсб и в кгб были и сейчас и остаются и поэтому в этом плане я не боюсь и как раз вот эти люди будут заниматься пришел в комитете по договорным играм там сидят генералы и полковники вы хотите узнаете у меня такая мысль возникла что например а если вот навальный вот мог дать задание вот новозборске потому что она же все-таки сумасшедшая и ничего особо не будет за эти звонки если допустим мы докажем но она пенсионер я думаю я думаю они хотят вот этих этих вот этих фанатов дурачков вот и вот эту всю фанатскую силу лишь бы использовать своих своих целях при беспорядках вот а если а если я а у меня очень большой авторитет вот я сейчас удар головой то выступил я судил вот эти все фанатские безобразия если если я начну как говорится заниматься с фанатами фанатами и с ними общаться то они вот эту всю оппозицию и и просто сметут они уничтожат сами не надо будет даже милиции принимать никаких участия и в принципе в принципе я считаю что вот правоохранительным органам нужно использовать этот ресурс я этот месяц голову пришло вот а то что они хотят использовать их это я точно знаю ну да это может поэтому поэтому они бесятся вот часы к этих фанатов правильно направить я вам говорю не нужно будет ни омона ничего они тинга эту оппозицию для просто уничтожат убьют вполне возможно да что новодворская захотела тоже этим ресурсом овладеть я могла во главе колонны вы вообще за прослушивали и записывали что я ее долго да 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 у меня записи есть это сам прямые угрозы вы печали и голос этой новодвозка все это ж цирк вообще вы знаете я после этих звонков я позвонил на этот номер на один из этих номеров трубку какая-то женщина взяла она не новодворская но на заднем плане я услышал там какие-то крики то есть там не один человек может быть это вот какая-то оппозиционная квартира на малина где они вот собираются конспиративный конспиративный но с другой стороны понимаешь в чем дело не сначала по неизвестному и вот они вот этот вот этот вот этот звонок это они вот этот сделали клип клип этот слов чего понимаете там же что вот вы зайдите посмотрите клип с лучшим это это все они сделали но я их распустил я это понял потому что когда они позвонили во первых я все телефоны лучше узнал во вторых это голос неловчего был и я в процессе сообразил и я стал до блатной язык перешел и на мат вот и их спровоцировал вот а потом я посмотрел кто первый откликнулся на эту провокацию на эту первую провокацию крикнулся советский спорт но это ты знаешь там там есть гаденыши которые заинтересованы в этом в этом конфликте вот я их вычислил вот а мне это нужно было вычислить я сто процентов знал что это будет выложено в интернет а в интернет это было выложено для дискредитации и ловчего и меня и это вот они этим занимались потому что у меня вот такой был этот телефон когда они позвонили представили что это что это ловче вот а у чего потом они позвонили и вот это все мое интервью там в интернете найдите я мою ну то что по телефону я говорил они потом меня взяли и моим голосом моим голосом смонтировали что как будто я как будто я звоню ловчеву ловчеву и задаю ему вопросы с ним разговаривать то есть это работали профессионалы высочайшего класса и это было сделано на высшем уровне и ловчев думал что он разговаривает со мной потому что это мой голос а на самом деле сначала они мне позвонили вот вот этот разговор был а потом вот такой был монтаж я это на радио спорте я их разоблачил разоблачил сказал что я все прекрасно знал специально блатным языком говорю с матом вот чтобы вычислить я знал что это все в интернет попадет чтобы но я не думал что это оппозиция я думал что это средства массовой информации этим заниматься а на самом деле это занимается после этого как я приехал домой сегодня эфир послушайте эфир 6 часов 6 часов эфира и у меня эфир с этого начался и там был звонок какого-то мудака который стал мне говорить что я там херовый специалист сам аналитик и потом перешел перешел на путина и на жириновского что типа я путин и жириновский вот и что я там херню несу на что ему сказал так выключай ведущему это провокатор а если у него есть вопросы то пускай идет путин наши его посолкова чудо вот и после этого когда я приехал домой пошли вот эти звонки целенаправленно меня атаковали они меня атаковали на радио спорт а радио спорт у меня рейтинги сейчас высокий там вся страна слушать а вот и через интернет придут все я их там послал они получили когда это отпор вот и потом они меня стали доставать из дома и угрожать буквально это было через два часа после того как я приехал оперативно не работает то есть я у них сейчас мишенька а вот новодворская навальный там у них колонок нету советском спорте чего интеллине у них нигде нету я этого навального терпеть не могу и всех я их даже не слушаю я вижу там вот это они сейчас там конючат да но новодворская дура законченная я сам коммунист у меня все родители коммунисты были вот и и я к советскому союзу очень хорошо отношусь не смотря ни на что а это дура закончена я знаю кто она такая понимаешь в чем дело знаю все ее дела и поэтому я ее не воспринимаю не ни в каком соусе там же еще вот это собчак ксюша теперь ксюша там собчак это это все да эти все эти все эти эти уроды проститутка политическая понимаешь хотя она и крестница путина я это знаю да но мне на это на все наплевать ну я думаю я я очень хорошо информировал она в опале теперь за ее там обыскивали деньги но да и не это все метр сам не на это на все наплевать ладно давайте тогда будем разбираться завтра завтра к вам по вашему телефону завтра подъедут люди чтобы были были готовы с вами будут новые если что отдайте сразу же телефон от этого блинкова но я уже отдал я уже все передал но они и я отдал ваши координаты чтобы вы были готовы конечно конечно все спасибо держите держите вкупе да я думаю что они вам больше не должны звонить потому что я думаю они поняли что их уже засекли а я им сказал это открытым текстом я сказал говорю давай говори говори говорю тебя записывают за тобой придут ждите-ка но отлично мы разберемся с этой бандой этого навального гнилова научите руководству этот доложили но я утром вот эту фанатскую силу вот не зря сейчас нужно уделять очень большое внимание болельщикам болельщикам и работать вот с этими фанатами потому что там есть такой я тебе скажу там есть такой спрыгит который сейчас федерации футбола вот я толстых скажу сидит он залез туда он сам вообще фашистской организации был фашистской организации политической был сейчас он залез вот это фанатское движение закрывается динамовский что он динамовский фанат на самом деле он всей вот этой хернёй управляет вот и они ездили там угрожали блин и все и он дураком прикидывать он все ведет как жириновский он дураком прикидывается но он организована и на чемпионате европы у меня есть информация что вот это то что вот там наших болельщиков избивали вот эти все провокации это он устраивал там это все сделано специально было чтоб наши болельщики пострадали в ней есть эта закрытая информация и здесь вот серьезно нужно заниматься с болельщиками иначе это будет может серьезная вопрос национальной безопасности да 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 и вот доложи доложи своему руководству я буду говорить что нужно очень серьезно заниматься есть люди которые ну авторитетные в мире спорта которые должны их нужно привлекать и чтоб они с болельщиками работали очень серьезно их нужно повернуть в свою сторону иначе будет беда все до свидания алло здрасьте евгений серафимович здрасьте а это вот тот пранкер владимир который разыгрывал вас и бубнула вам понравился розыгрыз да мне понравился я еще прослушал ваши разговоры с губой короче говоря ну да да молодец а помните еще раньше был пранк с мутко вы знаете это мне сын показал старший я конечно ошарашен был именно мутко этими его ответами и прочие прочие дела вот я так вот тут не повелся не стал быть мутерсинь и того прочего будто расплавился откровенно но он сейчас заявил на радиостанции спорт что это все он специально сказал что он сразу понял что это разводка идет и на таком понятном языке он же в начале но это ему не помешало между тем еще минут десять поговорить в очень экспрессивной а мне говорят в советском спорте слушай а как же ты я говорю ты говорил ты со мной бомбочек но я там прочитал в интернете о том что вы там и горбачёва и там мутко еще кого-то да горбачёв чуров чуров звезды политики вот и такие актуальные темы главный редактор советского спорта и сказал все что некролог все это реклама но я нормальный человек который воспринял это хорошо спасибо вам да нет просто александр а вот так очень так не по моему негативно воспринял и вот сейчас такие комментарии дает но он другой человек а я в кино я просто не могу говорить все-все извините но извините за беспокойство спасибо вам до свидания до свидания спасибо за просмотр подпись и